личностная позиция в работе это такой интересный вопрос на котором я размышляла в течение определенного времени наблюдала за собой за своим интересом куда вообще влечет и что интересно и пришла к выводу что работа тренера это работа с навыками то есть какое-то внешнее поведение людей меняется на более эффективное на более профессиональное которое позволяет решать бизнес-задачи чем руководствуется человек когда он какое-то поведение демонстрирует он руководствуется какими-то своими внутренними убеждениями ценностями эмоциональным фоном верю в себя или не верю и так далее мне очень нравится эта метафора айсберга когда есть видимая часть айсберга и подводная часть видимая часть это то как человек себя проявляет и как он в общем-то демонстрирует свое поведение, а невидимая часть это как раз его глубинный ценностный мировоззренческий уровень. И вот я бизнес-тренер, который как раз про то, что если мы не влияем на мировоззрение, то вряд ли можно качественные какие-то результаты на внешнем уровне показать. Я всегда в своих тренингах уделяю внимание мировоззренческому уровню, эмоциональному фону, убеждениям ценностям и определенный набор практик и упражнений предлагаю на эту тему. И говоря о том, какая моя миссия, у человека всегда есть цель и есть миссия, то, что мы хотим брать от жизни и то, что мы жизни даем, это всегда такие очень две руки, которые рядышком идут. Говоря о моей профессиональной цели, то, что я хочу получить от жизни, от людей, это реализация моих онлайн-проектов, реализация корпоративных долгосрочных программ, которые интересны и задуманы, реализация идей проекта написать одну или, может быть, несколько книг. Миссия как раз в этом всем – это давать людям поддержку в тех случаях, когда они сталкиваются с какой-то своей некомпетентностью, со своим несовершенством. Потому что каждый раз, обучая человека каким-то новым навыкам или объясняя ему, что нужно изменить, я как бизнес-тренер обязана показать ему, где он некомпетентен или где он чего-то не знает или где он имеет точки роста или слабые места. И взрослым людям вообще на самом деле это непросто столкнуться с какой-то своей некомпетентностью или неуверенностью или каким-то опытом ошибок. И мало кто из бизнес-тренеров способен поддержать. Благодаря моему образованию коучинга, я просто… такой там был модуль, назывался он «Поддержка». И именно этот модуль, он просто раскрыл мне понимание того, что является моей миссией на самом деле. Это поддержать людей в тех ситуациях, когда они сталкиваются со своим, так назовем, со своим «не я», то, что они про себя не знают, то, что им про себя узнавать не очень приятно. И в этот момент очень важно такую правильную поддержку оказать людям. Вот так я расцениваю свою миссию бизнес-тренера – обучать через поддержку. Такой вот мой ближайший план на будущее – запустить онлайн-школу для руководителей, онлайн-курс, который бы позволил освоить управленческие инструменты. Вообще онлайн-формат, почему мне интересен, это уже будет мой второй проект онлайн-школы. Потому что, ну, на самом деле, сегодня нет дефицита в информации. И даже то, что я предлагаю в своем курсе, это можно найти в ютубе, это можно найти в книгах, это можно найти в тренингах. Просто я это делаю более концентрированно, четко и в прикладном формате, конкретным каким-то бизнес-задачам. Но самое ценное в том, что в таком онлайн-курсе люди получают возможность сопровождения их выполнения их домашних заданий или каких-то выводов, анализа и наблюдений. Тренинг обычный, если провел тренинг два дня, все тренинг завершился, и там уже я как тренер только могу доверять их внутреннему какому-то там кругу, кто кого поддержит, как они будут применять то, что они на тренинге узнали. Очень часто нет способных действительно людей поддержать в том, чтобы новый навык закрепился. Онлайн-курс дает возможность определенное время, там не знаю, может быть это месяц, два или три месяца, человек в своем темпе, выбранном для него комфортном темпе, осваивает материал и выполняя домашние задания, он может получать мою обратную связь, мои комментарии, мои какие-то, может быть, направления, поддержку. И в этом смысле развитие происходит более качественно. В этом смысле онлайн-форматы, диджитал-форматы, они и удобны как для тренера, так и для ученика, для участника, так и они более эффективны, потому что длительно и качественно дают возможность осваивать материал, который предлагается в курсе. Данный курс, он собран на основе практического опыта лично моего, когда я была управленцем, руководила предприятием, людьми. И вот все те моменты, которые требовали инструментария, уже из моего опыта и большого объема информации, которым я владею как бизнес-тренер, я собрала именно концентрат тех инструментов, которые нужны руководителю на разных этапах управления компанией, управления персоналом для достижения бизнес-результатов. И поэтому данный курс – это такая очень концентрированная выжимка самого полезного, что нужно руководителю для того, чтобы эффективно выполнять поставление задачи.